Всем большой привет! Всем привет! Мы сегодня с Максимкой получили долгожданнейшую, просто долгожданнейшую посылку с интернет-магазина New Cheek. Она долгожданная больше Максу, потому что там две вещи, его и одна моя. Ну давайте смотреть, просто почему мы решили на камеру открыть, мне интересна его реакция. Что ты заказал, Максим, себе? Рюкзак и кроссовки. Рюкзак и кроссовки. Что ты больше ждешь? Даже одинаково. Одинаково. Вот интересно, что за кроссовки, что за рюкзак. А я себе заказала кошелек. Ну кошелек я, наверное, покажу вам в следующем ролике. Хотя я сейчас очень-очень жду его посмотреть. Ну доставай. Так, это мой кошелек. Я пока буду здесь открывать за камерой, а вы смотрите на Максу реакцию. Вау! Да, что? Вау, еще ничего не видно. Будем шуршать с двух сторон. Ну что, как? Круто, такие красивые. Ух ты, у меня тоже круто. Ладно, я свое позднее покажу, но мне уже нравится. Давай нам один разглядывать и сам смотри. Смотрите, какие они интересные. Ух ты! Мы брали детский размер, самый большой, 36-й. У Макса свой 35-й. Тут подарочек. Какой подарочек? Ну, точнее. Это не подарочек. А, я подумал, это запасные. Это вот эти, да, вставки, чтобы форму держать. Взяли специально на липучки. И вот здесь вот, смотрите, резиночки. Потому что у Макса подъем высокий. И у нас проблемы бывают с подъемом. А благодаря вот резинкам и вот этой липучке, вы посмотрите, какая красота. Да, липучка держит отлично. Цвет, мне кажется, шикарный. Был в трех цветах. И там, по-моему, не то красно-белый еще. То есть для девочек тоже могли бы они подойти. И вот такая вот фирма. Очень классная. Они там были по скидке еще. Птиц написано. А снизу спор. Ага. И очень мягкий вот этот вот зад. Нравится. Дышащие, да, тут все. Такой сеточки. Ну, красивые. Мне очень нравятся. Вот эти вот мягкие. Ага. Мы сейчас посмотрим с вами рюкзак, а потом посмотрим у Макса на ноге. Потому что мне интересно. Мне кажется, они ему должны быть в самый раз. Даже чуть-чуть великоваты. Ну, у кого есть дети, те понимают, что нам нужно школьный год, чтобы он отходил. Очень гибкая подошва. Мне кажется, будет замечательно. Еще такой вот пакетик, который можно затянуть. Ага. Ну, это для хранения. Ну, давай рюкзак. Интересно. Какой рюкзак ты брал, расскажи. А, у него есть USB-порт. С USB-портом. Ты брал для школы или для чего-то другого? Для путешествий. Для путешествий. То есть мы хотели, конечно, школьный рюкзак, но на Ньючик школьных только для маленьких совсем. Ну, показывай, что там. Ставь. Он намного лучше, чем на картинке. Да, тут смотрите сразу. Мне очень интересно было, какие ручки. Ручки мягкие. Даже как будто там поролон идет. Спина тоже достаточно мягкая. Есть вот такой вот, как это называется-то, в общем, вставка. И ручки идут вот на таком карабине. Вот он, USB-порт, я так понимаю. О, кстати, он может быть в роли удлинителя. Да, смотрите. Все, можно удлинить. Сейчас поближе посмотрим. Так, вот что самое тут еще интересное. Это замок. Смотрите, тут крутой замок. Смотри, какой. Ручка металлическая даже. Так вот она выглядит. Нравится? Да. Ну и давайте смотреть, как он внутри. Мне кажется, он и для школы классный. Ну нет, он маленький для школы, наверное. Хотя, кто его знает. Смотрите, какой он внутри. Здесь планшет большой. Ноутбук может влисть даже. Ноутбук маленький, а планшет для планшета большой. Вот так вот два кармана. Один с сеткой, другой такой солидненький. Следующий отдел. Какой классный. Так, а следующий я закрыла, думаю. Давайте мы его откроем. Это тебе для кредита. Это на сверстке. Ага. Так, вот такое отделение. Оно открывается не до конца. Видите, они вот так. И здесь уже можно и телефоны, ручки, что угодно класть. Очень хорошо сюда папки файлы А4. Альбомы всякие войдут. И последнее отделение. Это вот такой карман. Он не сильно глубокий. Ну вот, например, если в школу ходить, если без пенала, например, то ручки, карандаши можно прямо так вот закидывать в это отделение. Но он не школьный. В любом случае, для тяжести он вряд ли подойдет. Все-таки это рюкзак, который можно брать в путешествие. Он не сильно широкий в этом месте. Мы ссылки оставим, потому что пройдите, посмотрите. Цены все адекватные. Очень интересный замок, кстати. Так, какой это пароль? 066. Все запомнили пароль Макса? А, и кстати, вот еще, смотрите, я не все показала. Тут есть потайной еще карманчик. Это идет он для порта. В общем, вот для этого, чтобы отсюда выходил провод. Так, что еще мы не увидели? Все посмотрели? Со всех сторон разглядели? Еще сзади. А, сзади. Там есть еще что-то? Мы сзади вроде все посмотрели. Тут вот эта вот резинка. Даже не резинка, я не знаю. Нравится? Да. Вот так. Ссылки мы оставим. Не дороже 30, может быть, 30 с небольшим долларов. Каждая вещь. Ну, кошелек я покажу отдельно. А сейчас давайте на Макси посмотрим кроссовки, потому что они супер. На Нью Чик мне обувь нравится. Я уже не первый раз у них беру. Я себе брала обувь и ношу с огромным удовольствием. Вы видите во влогах, что я хожу в том, что я у них брала. Ну, посмотрите, какая красота. Очень мне нравятся вот эти вот резиновые вставки. Прямо каждая резинка. Видите? И очень красивые. По-моему, в трех расцветках они там были. Ну, сейчас на Макси посмотрим. Макс уже весь в замке. Довольный? Да. Ну, давайте рюкзак на Макси посмотрим. Поворачивайся. Вот так вот он смотрится. Отлично. Очень симпатично. И вот давайте замок поближе. В общем, здесь нужно придумать пароль. Вот эту штуку отодвигаете, вставляете замочки внизу. И он фиксирует. Главное не забыть пароль, чтобы от себя не зафиксировать. Металлическая вот такая вот ручка. Ее главное к шее не прислонять. В мороз. Это прижмет. И вот такой вот рюкзачок. Встань боком. Спасибо. Вот так вот он смотрится. Ну, довольный? Да. Класс. Сам нравится? Очень. Ну, и сейчас посмотрим кроссовки. Вот так они смотрятся, кроссовочки на ноге. Очень красиво смотрятся на самом деле. Пошевели пальчиком. Ну, видно, да, что еще около сантиметра чуть меньше. Но получается в самый раз прямо. Удобно? Да. Они сейчас еще новые. Понятное дело, они должны по форме ноги еще встать. А повернись немножко. Вот так смотрятся они сбоку, сзади. Мне кажется, очень красиво. У нас спортивные штаны черные с белым. И мне кажется, будет очень-очень хорошо смотреться. В школе будешь красивым, мальчишка. Спасибо. А согни ногу. Согни ногу. Удобно? Да. Уютно. Не мешается. Ага, вот как они шевелятся. Отлично. Сейчас еще рюкзак покажу вам. Провод поближе. Давайте посмотрим, как у Максимки работает вот этот кодовый замок. Сейчас не открыть карпыш или нет, не открывается. Ну, покажи. Пожу пароль. Так, мы не будем подсматривать на твой пароль. И что у нас получается? Опа. Красота. Здорово. Мне нравится. Мне тоже. Рабочий. Да. Все работает, все замечательно. Макс проверяет подсоединение кабеля. Получается там? Да. Говорит, надо купить еще пауэрбанк, и это будет подзарядка, да? Ага. Получается? Да. Что у нас получилось? То есть вот в этом окошечке он воткнул USB, да? А вот второй край, это уже к пауэрбанку, да? Да. А телефон откуда ты будешь подключать? Отсюда. Вот, а здесь уже подзарядка для телефона получается, да? Можешь посмотреть, видно ли кабель? Да, все видно. Вот такой вот рюкзак. Ну, доволен рюкзаком? Да. Кроссовки уже не снимает. Мне кажется, рюкзак даже и с кроссовками вместе смотрится классно. Да. Классно. Ссылки мы оставим на рюкзак, на кроссовки. Кошелек я покажу чуть позднее, я сейчас его сама хочу поразглядывать еще. Проходите по ссылкам. Супер, довольная я покупками, особенно я-то как мама довольно больше кроссовками, потому что рюкзак это Макса больше так для удовольствий, для походов его. А мне нужно как маме было кроссовки. Но кроссовки суперские. В самый раз, да? Да. У него 35 размер, 36, прямо идеально. Даже еще местечко осталось немножко. Да. Ну, теперь с лицом. Всем еще раз большой привет. Честно, очень понравилось мне то, что мы взяли для Макса. Это кроссовки и рюкзак. Осталось я довольна. Я больше довольна, как сказала ранее, кроссовками, потому что они супер-пупер классные. Осталось нам купить рюкзак еще для школы. Вы заметили, я сейчас не накрашенная. Мы чуть позднее, может быть, даже вместе сделаем мне макияж. Но у меня был запрос, подстриженная пока я, чем пользуюсь для ухода за волосами. На самом деле, у меня очень маленький сейчас уход за волосами. На самом деле, и надо бы его улучшить. Почему? Потому что волосы сыпятся. Почему сыпятся, не знаю. Может быть, витамин не хватает. Может быть, просто в последний раз окрашивание как-то отразилось на них. Может, передержало чуть-чуть. Но какое-то количество волос стало сыпаться. Давайте я вам покажу, что я делаю сейчас. Мне в коробочке красоты New Beauty Box пришло вот такой лосьон. Нежный уход называется. Давайте я вам поближе его покажу. Ну, и вот он обещает заботиться о коже головы и увлажнять, защищать от вредного воздействия и добавлять ощущение комфорта. Его нужно наносить. Я не знаю, будет вам видно тут что-нибудь или нет. Я попробую вот так вот сфокусировать. Но я не вижу, фокусирует или нет. У него срок годности, кстати, тут 13-й год, 5 лет до конца 18-го года. Поэтому я его сейчас использую активно. Не знаю, вам видно или нет. Но я вот так покручу на всякий случай. В общем, его нужно наносить до мытья головы, а потом уже наносить шампунь. Мне, в принципе, понравилось. Ну, как водичка, я прямо вот наклоняю голову, его ближе к голове, руку под волосы. И пока льется, он прям в форме водички, лосьон прям жидкий такой, как водный. И в это время массирую. И так вот я по коже головы везде езжу и руками вмассирую этот продукт. Держала я минут 10. Тут не написано, сколько держать нужно. Я минут 10, наверное, держала. А потом уже наносила шампунь. Шампунью я сейчас пользуюсь вот этим. Для блеска волос от Ифраше. Очень мне нравится этот шампунь. У него приятный. Такой немножко травяной аромат. И он подходит для частого применения. Для всех типов волос. Уже не первый у меня бутылек и очень нравится. Мне девочки присылали в подарок. У меня еще в запасе один остался. Поэтому использую с огромным удовольствием. Кондиционер. Без кондиционера я не могу, потому что волосы начинают магнититься. Тоже в коробочке красоты. Ко мне приехало вот это чудо. У нее бьюти бокс. Я не знаю, где можно купить вот эту линейку. Если кто-то знает, напишите, где такие вещи продаются. Это супер. Во-первых, кстати, сделано в Москве. Во-первых, здесь много. 250 миллилитров. Достаточно густой такая крышка. Консистенция у него даже такой маски. Он как мороженое набирается на руку. И обещает увлажнять, смягчать волосы. И аромат масла макадамии. Фруктовые кислоты сюда входят. Масло макадамии. Вот аромат печенюшек. Вот этим маслом макадамии пахнет. Так вкусно. Настолько классно он пахнет. И работает хорошо. Мне он понравился. И последнее. Уже на влажные волосы. Когда я их подсушу полотенцем, я наношу вот это масло. От Гарниер Фруктис. Масло Эликсир Преображение. Для всех типов волос подходит. Оно прямо осталось, видите, у меня капли. Но эту каплю я еще целый месяц буду использовать. Потому что буквально два нажатия и хватает между ладошками и на всю кожу головы. На все волосы на голове. Ее хватает. На кожу не надо. Его можно наносить тремя способами. Как масло до мытья головы. Вместе с кондиционером во время мытья. И также можно его наносить уже на мытые волосы. Не жирнит кожу. Не жирнит волосы. Я все к коже-то пристала. Не жирнит волосы. И работает неплохо. Но в общем пока у меня вот такой уход для волос. Сейчас ленюсь я делать маски. Но делаю. То есть я в пустых баночках показываю, когда маски. Я их делаю. Но сейчас решила вот основное показать вот это. Волосы вот сейчас я только что вот сохну. Еще они не досохли. Проделала вот всю вот эту процедуру. И они очень приятные на ощупь. Прямо знаете, такие как шелковые. Нежные, нежные, мягкие и приятные. Ну и сейчас наверное... Девчонки, мальчишки, решила я вам показать свой завтрак. Я уже правда его кушаю. Но дело в том, что меня настолько восхитил вот этот продукт. Что я его хочу не просто посоветовать. А просто порекомендовать к завтраку. У меня их несколько. Это в общем давайте я вам покажу. Био-йогурт. Видно, слобода. Семейный завтрак. И что сюда входит. Сейчас я вам все покручу, покажу. Потому что меня реально это дело восхитило. Мандарины, орехи и мюсли входят в состав. Давайте вот здесь тоже все покажу поближе. Это так вкусно. Вот прямо реально это очень-очень вкусно. Так, вот это я вам тоже все покажу. Сейчас покажу составы для тех, кому это важно. Так, смотрите. Так, смотрите. Что входит в состав. Ценность. 200 грамм. 200 грамм. То есть вы реально наедитесь. То есть этого достаточно, чтобы наесться. И это очень-очень вкусно. И это очень-очень вкусно. Кто любит мандарины, они особенно оценят. Достаточно густое. Кусочки мандаринов, прямо кусочки орешков. Я с таким удовольствием сейчас кушаю и поняла, что я хочу вам об этом сказать и порекомендовать. Для меня это новинка. Я не знаю, может быть это давно вообще в продаже. Но вот я только встретила. У нас в магазине Дикси я увидела вот этот продукт. Если вы уже кушаете, молодцы. Но если вы вдруг тоже не знакомы, как я оказались с этим продуктом, попробуйте. Мне кажется, и для ребенка, и для вас взрослого. Это очень классная вещь. Как завтрак на утро. Вообще супер. То есть я сейчас сижу, восхищаюсь и прям смакую каждую ложечку. Потому что это стоит того. Вот это все, что я хотела сейчас рассказать. А то потом скушаю и забуду вам рассказать об этом. Все, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Ну и по скрипту. Съела я свою баночку. Вы знаете, хочу даже немножечко добавить. Вот после того, как я ее доела. 200 грамм это очень много. Она очень сладкая. Если вы не любите сладкое, даже возможно для кого-то это будет приторный вкус. То может не понравится. Детям точно понравится, если они сладкоежки. Ну и тем девочкам, которые сладкоежки. Потому что я доедала уже и понимала, что сладости можно было бы и поменьше. Хотя в начале я ее ела за обе щеки. Мне было очень-очень вкусно. Вот, поэтому это я хочу тоже добавить. Вдруг я вас отправлю. Купите, а кажется, что для вас слишком сладко. Ну, в общем, добавила. Такой завтрак понравился всей семье. Его не ела только мама, так как у нее диабеты ей нельзя. Но ребенку очень понравился. Мужу тоже. Сказали вкусно и питательно. Я сейчас делала макияж на камеру. Вот этот макияж. Только помада в макияже другая. Сейчас я ее уже поменяла. И ответила на запрос, который прямо чаще и чаще поступает. И сама я уже обещала ответить на вопрос, как я пришла на YouTube и как я познакомилась с косметикой. Поэтому я решила накраситься на камеру и в это время рассказать ей историю своего прихода на YouTube. Для кого-то она может покажется интересной, может кому-то не очень. Но в любом случае я сейчас решила показаться вам и красивой тоже. Не только как пока показывала вам уход за волосами в естественном виде. Но вот решила попрощаться с вами такой. Ну и заодно сейчас я сниму начало следующего ролика, чтобы тоже было вступление. Чтобы тоже сразу не пугать. Спасибо огромное, что вы остаетесь со мной. Напомню, что ссылки на Нью Чик я оставлю под этим роликом. Проходите, знакомьтесь. Макс прямо кроссовки так ходит. Подмышки их носят. Все довольный. Очень довольный. Ну и я, соответственно, тоже рада. Поэтому ссылки будут под роликом. А я с вами уже прощаюсь. Всем приятного времени суток и всем пока.